Народные гуляния В честь открытия улицы Магомед Бекова После ремонта прошли в Дзербенте И о подробностях студенческого фестиваля Который проходит в Махачкале через несколько минут Это утро в Махачкале началось со звука сирен По улицам столицы ездила колонна Из пожарной машины и экипажей ГАИ Проходил специальный рейд Проверяли, как водители соблюдают правила дорожного движения И уступают дорогу спецтранспорту Результаты не заставили себя ждать За час были остановлены три правонарушителя Однако специалисты говорят Данный рейд показал, что наши автовладельцы С каждым разом становятся все более ответственнее К пропуску спецтехники Как известно, при следовании на любое происшествие Каждая секунда дорога Любые препятствия на пути проезда техники Экстренных служб могут привести к трагедии Организаторы рейда надеются, что проведение подобных мероприятий будет давать положительную динамику В микрорайоне Аггель сносят незаконные строения Решение о демонтаже было принято прокуратурой и передано в администрацию Махачкалы Данные участки находятся в собственности города Они предназначены для строительства социальных объектов школы и детского сада Решение вопроса затрудняется тем, что дома на этих участках построены уже более 15 лет назад И многие из них заселены В Дербенте после ремонта торжественно открыли улицу Мамедбекова Событие переросло в народные гуляния Ведь местные жители ждали этого дня несколько лет В открытии принял участие председатель правительства Абдулпатах Амирханов И госсекретарь республики Хизри Абакаров Подробнее в материале моих коллег В Дербенте праздник Неудивительно, ведь этого масштабного ремонта дербенцы ждали несколько лет Теперь улица Мамедбекова вновь стала местом отдыха и центром притяжения горожан Работы по ее благоустройству начались летом прошлого года Вместо обычного асфальта тут теперь натуральный камень и специальная подсветка крепостной стены Появились удобные лестницы с пандусами Именно с этой улицы открывается живописный вид на Каспий и самый южный маяк России Эта улица будет у нас с крепостью Дербент На набережную и оттуда дальше на берег моря Дербент как цветок, он будет все сильнее и сильнее раскрываться На улице появились отдельные зоны, где представлены народные художественные промыслы Дагестана И павильоны для проведения мастер-классов, отражающих быт и традиции наших народов Всех пришедших на праздник ожидал большой танцевальный флешмоб Здесь были развернуты национальные майданы, выступали творческие коллективы города Поздравляя горожанам, Дулпатах Амирханов отметил их роль в преображении южной столицы Дагестана Это все благодаря, в первую очередь, жителям города Вы активно участвуете в жизни города Активно участвуете в разработке и обсуждении мастер-плана развития города, концепции Раньше дербенцы часто прогуливались по улице Мамедбекова Рассматривая ковры ручной работы, которые здесь продавали местные торговцы Со временем ковровый рынок перестал работать и улица утратила свой привлекательный облик Благоустройство ее снова оживило Здесь будет интересно местным жителям и туристам как днем, так и ночью Теперь самое важное – сохранить эту красоту Зумруд Гамидова, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Дербент Правительство Дагестана окажет поддержку инвестпроекту по закладке садов в Дербентском районе Премьер-министр республики Абдулпатах Амирханов с рабочим визитом посетил села Берекей и Татляр Здесь на площади около 100 гектаров выращиваются яблоки, черешня, слива, груша и даже фундук Сады оборудованы системой капельного орошения, обеспечены специализированной техникой и водосборниками Инициатор инвестпроекта работает в Белую, платит налоги и обеспечивает работой местных жителей Поэтому власти решили поддержать предпринимателям Поручено проработать вопросы финансирования строительства дороги и подведения инфраструктуры А также оказать господдержку инвестиционному проекту Ростельхознадзор по Дагестану проверил ввоз более 9 тысяч тонн овощей и фруктов Так, на склад временного хранения в Ядук и железнодорожную станцию Дербент Поступило почти 3 тысячи тонн овощей и 6,5 тонн фруктов В ходе проведения карантинного контроля к ввозу на территорию республики Были запрещены партия свежей зелени из Азербайджана Томатов, салата и перца из Ирана В продуктах были выявлены карантинные и вредные объекты Томатная моли и цветочного трипца Владельцы грузов привлечены к административной ответственности Прием документов на конкурс в кадровый резерв Стартовал в администрации главы и правительства Дагестана Заявки будут принимать до 21 апреля Из резерва будут отбирать специалистов Команду управления по обеспечению деятельности государственного секретаря республики Требования к кандидатам – это активная жизненная позиция, любовь к республике и идеи по ее преобразованию Также высшее образование и отсутствие судимости С дополнительными условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте главы республики В Махачкале оценили уровень медицинских учреждений Независимую оценку больницам и поликлиникам дали на заседании коллегии Минздрава Лучшим из них вручили дипломы Первое место разделили поликлиника номер 2 и Дагестанский центр кардиологии На втором месте по качеству оказания медицинских услуг оказалась детская поликлиника номер 1 На третьем – детская поликлиника номер 5 Победителя поздравила министра здравоохранения республики Татьяна Беляева Она также сообщила, что проверки продолжатся и они не будут формальными Ежегодно 2 апреля день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена Мир отмечает Международный день детской книги Его празднование установлено в 1967 году В Республиканской специальной библиотеке для слепых прошла литературная викторина Волшебный мир сказок Андерсена Учащиеся гимназии номер 33 состязались в конкурсах на знания сказочных героев И угадывали сказки по событиям А в Республиканской детской библиотеке имени Юсупова Ребята показали актерское чтение стихотворения Нуридина Юсупова Которому в этом году исполняется 90 лет В других библиотеках дни детской книги приурочили к празднованию столетия ДСССР Для детей оформили книжные стенды Выставлены произведения классиков дагестанской и мировой литературы А также издания, способствующие духовно-нравственному развитию школьников Ведущие вузы регионов СКФО и Крыма участвуют в студенческом фестивале спорта в Махачкале Мероприятие стартовало накануне на стадионе имени Елены Симбаевой Программа фестиваля включает в себя соревнования по волейболу, стритболу, мини-футболу и выполнению норм ГТО Победу в этих дисциплинах оспаривают 10 вузов, это 4 дагестанских госуниверситета А также гости из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании, Майкопа, Чечни, Пятигорска и Крыма На церемонии открытия выступили артисты эстрады и танцевальные коллективы С напутствием к участникам обратились представители Минспорта, городского спорткомитета и ректоры вузов Итоги студенческого фестиваля подведут 4 апреля На этом у меня все, оставайтесь с нами